Добрый день, друзья! Это кулинарный канал Наталья Горбачёвой. Сегодняшнее видео о том, как подготовить замороженную кукурузу к использованию в салатах. Такую кукурузу можно найти в отделах с замороженными овощами. А я, например, замораживаю свою выращенную кукурузу. Рассказывала об этом в одном из видео и ссылочку на него оставлю в описании. Я покажу два способа. Их можно назвать бланшированием в кастрюле и в пароварке. Для первого варианта подсолённую воду я довожу до кипения. Для литра воды будет достаточно 1 чайной ложки соли. Вода закипела. Я засыпаю в кастрюльку кукурузу. И когда вода снова закипает, я убавляю огонь и варю кукурузу до мягкости на небольшом огне. Обычно на это требуется всего несколько минут. В процессе зёрна я буду пробовать. В это время я подготовлю чашку с холодной водой. Её можно добавить в кубики льда. Зёрна варились около 10 минут. Они достаточно мягкие, поэтому я выключу огонь и откину кукурузу на сито. Но время варки может быть и другим, большим или меньшим. Это зависит от того, какой твёрдости и зрелости зёрна были до варки. И сразу опущу в воду со льдом, чтобы кукуруза быстро остыла. Затем оставляю кукурузу на некоторое время в сите. Даю стечь воде. Остывшая кукуруза готова к использованию в салатах или каких-то других блюдах. А теперь приготовлю кукурузу на пару. Я налила в пароварку воду. Замороженную кукурузу поместила в контейнер с отверстиями. Перед этим я её не размораживала. Закрою. И включу таймер на 20 минут. У каждого из этих способов есть свои плюсы. Один из плюсов пароварки я вижу в том, что продукты можно в неё заложить и забыть. То есть она приготовит сама и в нужное время выключится сама. Ну а основной минус, конечно, в том, что в пароварке будет готовиться дольше. Для бланширования кукурузы я включала пароварку 2 раза по 20 минут. Я проверяла зёрна на мягкость, на готовность. А в следующий раз можно включить сразу на 40 минут. Как и в первом случае, время зависит от того, какой твёрдости кукурузные зёрна были изначально. Более молодые, молочные спелости приготовятся, конечно, быстрее. Ну а более зрелые, твёрдые, соответственно, дольше. Обработанная таким образом кукуруза в салатах мне нравится больше, чем консервированная. На вкус она более живая и наверняка более полезная. На моём канале уже есть рецепты разных салатов с кукурузой. Ссылки на них также будут в описании. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик и получайте новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!